Итак, студия Купол начинает свою работу здесь, на Нижегородской ярмарке. И у нас первый гость – это министр туризма Государства Израиль Стас Масижников. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы уже второй день здесь, в рамках бизнес-саммита, работаете. С чего же началась ваша работа тут, у нас, в Нижнем Новгороде? Судака. Мы пообедали очень вкусным местным судаком, так сказать, оценили то, что Нижний Новгород стоит на двух реках. Поэтому, ну это так, шутка. На самом деле, для нас очень важно участие в этом саммите. И потому что дает этому, как бы, свое видение, да, вице-премьер России, который является также визави, так сказать, сопредседателем межправ комиссии Израиля-Россия. С нашей стороны сопредседатель, это министр иностранных дел. И поэтому те вещи, которые будут обсуждаться на этом саммите, на экономическом, и коснется отношений экономических между двумя странами, потом будет продолжение в декабре, когда вот эта межправ комиссия экономическая будет проведена в Иерусалим. Поэтому наше участие здесь важное. И вчера я встречался как с губернатором Нижнего Новгорода, так и с мэром. И обсуждали, во-первых, экономические развития отношений между Израилем и Россией в целом. А нам и есть куда развивать, особенно вот Нижнему Новгороду. Есть. И в частности, так сказать, развитие с Нижним Новгородом. Я вообще рад тут за то, чтобы не только развивалась экономика между самими странами, но и учитывались регионы. Я сам являюсь сопредседателем межправ комиссии с такими странами, как Украина, Белоруссия, Молдавия, Узбекистан. И там, во время моих визитов в эти страны, во время проведения комиссии в этих странах, я даю, так сказать, ставлю асцент на регионы. Поэтому с удовольствием приехал сюда и будем видеть, как, например, привлекать израильских инвесторов в данный регион. А если не секрет, почему Нижегородская область вас заинтересовала? Ну, во-первых, она одна из самых больших областей в России. Во-вторых, здесь проходит традиционно экономический саммит. В-третьих, исторически важный пункт. Очень много читал про Нижний Новгород. Я москвич, я 30 лет тому назад приехал из Москвы в Израиль, родился в Москве и родился, фактически, так сказать, на памятнике Минину и Пожарскому, которые являются вашими персонажами здешними. Да, наши герои. Да, поэтому этот регион интересен. И я думаю, что он перспективен. А для того, чтобы сделать его еще более перспективным, а самое главное практичным, нужно дать рекламу хорошую тем возможностям, с которыми израильские бизнесмены, инвесторы могут столкнуться. И так как я министр туризма Израиля, и основная, так сказать, род моей деятельности – это реклама, это маркетинг, то, так сказать, помимо этого я еще и экономист. Совместим вот эти две вещи для того, чтобы попытаться дать ходу экономическому всплеску именно с вашим регионом. Я знаю, что вчера вот в ходе встречи обсуждались такие вопросы, как, например, сделать, подобрать Нижний Новгород, город-побратим в Израиле. Это всегда здорово сказывается на туризме. Да, однозначно. Во-первых, я вижу, что в последние годы Нижний Новгород приобрел многих городов-побратимов в разных государствах. У нас тоже эта система работает неплохо с Израилем. С кем мы будем дружить? С кем будем дружить? Я думаю, с одним из больших городов. Я пока не буду углашать, но у меня есть надумки. Я думаю, что такой город, как Нижний Новгород, где есть индустрия хорошая, где есть промышленная зона очень такая развитая, то нужно подыскать город, где тоже такие же аналоги есть. И само по себе вот этот город-побратим, представьте себе, это значит поток делегаций будет расти и в области бизнеса, и в области культурной жизни, и в области студентов, молодежи, спортсменов и так далее. Если поток между этими городами, между Израилем и Нижним Новгородом возрастет, то можно подумать и о прямых линиях, даже о чартере. Да, у нас аэропорт стал хорошо развиваться в последние годы, много рейсов открывается, было бы здорово. В тот момент, когда есть потенциал для того, чтобы вошла авиакомпания, взяли риск сделать такой вот пробный рейс, мое министерство, например, может участвовать в данной затее в так называемой сетке безопасности от заполняемости самолетов в 60% до 90%. То есть мы как бы берем на себя часть риска. В тот момент, если появится такой вот прямой рейс между Израилем и Нижним Новгородом, и цены на билеты выпадут, и мне в следующий раз, когда я вас посещу, не надо будет в час ночи ехать через Москву. То есть тут win-win для всех. То есть вы еще и о себе думаете, правильно? Однозначно. Еще вот я знаю, у нас есть такая практика, очень хорошая, зарекомендовавшая себя. В Нижнем Новгороде открывают почетное консульство со многими странами, и намного проще. Вот с Чехии открылся, проще стало получить визу. С Францией нельзя ли что-то такое придумать и с Израилем? Во-первых, хочу вам сказать, что в 2007 году мы уже отменили визу между Россией и Израилем, так что... Нет, я имею в виду не только визу, а вообще вот... У нас тоже очень, так сказать, признан вот этот вот институт почетного консульства. Я предложил вчера в беседе с губернатором, что давайте используем декабрьское приведение межправкомиссии между вице-премьером, который как раз находится на выставке сейчас, и министром иностранных дел Израиля, для того, чтобы продумать кандидатуру, предложить ее, может быть, на декабрьском, так сказать, заседании, если оно пройдет в декабре, и утвердить эту кандидатуру. Это привилегия нашего министерства иностранных дел. И тогда будет человек или несколько людей, с вашей стороны и с нашей стороны, которые просто возьмут на себя инициативу продвигать те самые бизнес-проекты, которые сегодня, мы видим, зарождаются здесь. А с чего начнется работа? Со студентов? Обычно начинается, ну, по крайней мере, то, что больше всего видно, это обмен культурными делегациями, и студенты начинают ездить, обмениваться. О том, какая система образования у нас, я думаю, знают все. Я знаю, ваше систему образования, израильскую систему образования тоже известна. У нас сейчас как раз появился восьмой университет. Кстати, вчера на приеме у губернатора я видел несколько деканов университетов университетов Нижнего Новгорода, которые посетили наш восьмой университет в Ариэле. И поэтому это, так сказать, и это студенческая жизнь, и научная жизнь, может быть, одним из основов вот этих вот городов-побратимов и делегаций. Но это не только студенты, это молодежи. Это, как вы сказали, культурная жизнь. Это обмены спортсменами. Это можно устроить, например, тренировочные базы у нас в вашу суровую зиму, а у вас в наше суровое не менее лето, жаркое лето. Сиделось комфортно и вам, и нам, да? Да, конечно. Это и туризм, это и хорошо для спортсменов, это хорошо для экономики обеих стран. Кстати, о туризме. Вот у нас что общего в Нижегородской области, в Израиле ни у вас, ни у нас с полезными скопаемыми не густо. Зато много умных людей. И самое главное есть, ну, вам, наверное, даже больше есть что-то показать, чем у нас. Но тем не менее, вот как? Туризм ведь, это правильно я понимаю, одна из самых доходных отраслей. У нас это одна из самых доходных отраслей. Как вы этого добились? У нас вообще, так сказать, я вам должен сказать, что есть такая формула, что каждые 100 тысяч дополнительных туристов добавляют 4 тысячи рабочих мест в Израиле. В основном на периферии, кстати, где в этих рабочих местах есть большая потребность. И оставляют в казну государства около 100 миллионов долларов, каждые 100 тысяч новых туристов. Я уже не говорю о том, что создаются новые предприятия, маленькие и средние. И, может быть, не менее главное, это что каждый довольный турист, возвращаясь домой, он создает имидж, хороший имидж в той стране, где он посетил. Ходячий реклама. Ходячий реклама, ходячий даже посланник доброй воли, посол доброй воли. Мы говорили с вами о почетных классах. Израиль маленькая страна, но с очень огромным туристическим товаром. Чем Израиль выгодно отличается от своих соседей? Мы святая земля, центр ее Иерусалим. Нет ни одного человека на земном шаре. Я в этом глубоко уверен, это проверено. Неважно, религиозный атеист, неважно, какого вероисповедания, который бы не хотел раз в жизни посетить святую землю, прикоснуться к камням Иерусалима, прочувствовать историю. Это, так сказать, первая причина, почему приехать именно к нам, почему люди приезжают к нам. А причина, чтобы остаться там как можно больше, а сейчас по статистике именно из России туристов остается все больше и больше уже на 10 дней и на 2 недели. Это широкий ассортимент. У нас 4 моря в маленькой стране. У нас 7 климатических зон. У нас в один и тот же день, в феврале, вы можете ездить на лыжах по горе Хермон на севере страны и через 7 часов на машине загорать и, так сказать, покрываться хорошим загаром на Красном море Веладь. У нас, с одной стороны, пустыня, с другой стороны, лесные массивы и горы. У нас самая низкая точка земного шара – это Мертвое море со своими минералами, оздоровительными и климатом, помимо исторических и культурных проектов. У нас такой город, как Тель-Авив, который один, так сказать, живет своими 24 часа в сутки без остановки и с музеями, и с ночной жизнью и так далее. Модернизированные города на побережье Средиземного моря, исторические города. Ну, Иерусалим я уже, так сказать, упоминал. Поэтому… На любой вкус. На любой вкус. Для любителей вина, для любителей гастрономии, для тех, которые хотят смотреть за перелетными птицами, которые дважды в год перелетают по дороге из Африки в Европу и обратно через Израиль. Для любителей авантюрного туризма, там, джипы, скалолазы. Экстремальный такой туризм, да? То есть, на любой вкус наша страна предлагает этот ассортимент. И недаром, последние три года, и я этим очень горжусь, что это происходит именно в мою каденцию, у нас туризм бьет все рекорды. Просто все рекорды. Начиная с 2010 года, и по сей день я стучу по дереву. Туризм превышает все рекорды. Строятся новые гостиничные комплексы. Мы привлекаем бренды гостиничные, такие как Гильтон, такие как Кампинский, Ридс Калтин и так далее, которые строят свои комплексы в Израиле. Многие, кстати, предприниматели из России заинтересовались именно Мертвым морем, которое мы вкладываем там миллионы долларов для того, чтобы развивать там новую гостиничную инфраструктуру. А вы как-то поддерживаете свои турфирмы, своих туроператоров? Может быть, для них есть какая-то система, я не знаю, налоговый пролигот? У нас мы поддерживаем не только своих туроператоров. Мы, в первую очередь, поддерживаем туроператоров, которые рекламируют Израиль. Вот, например, у меня сегодня встреча с пятью нижнегородскими, новгородскими туроператорами, с которыми мы работаем, и с которыми мы делим рекламу пополам, то есть расходы на рекламу пополам. И так это происходит во многих странах мира, что дает им возможность рекламировать нас еще более эффективно, а нам дает возможность поощрять тех, кто, так сказать, действительно достойно рекламирует Израиль. Опять-таки, это выгодно, это win-win для всех. Недаром Россия, туризм из России стал сейчас вторым после США в Израиле. Хочу вам привести только маленький пример. До того, как мы отменили визы в 2007 году с Россией, к нам приезжало 70 тысяч россиян. Сегодня, этот год, мы закончим 630 тысяч. Ничего себе, почти в 200 раз. Да, вот, так сказать, отмена, простая отмена виз. Стало просто ехать, и появились новые перелеты из регионов, подтянулись регионы. И то же самое, кстати, из Израиля в Россию. Поэтому туризм – это действительно очень важный экономический рычаг для всех стран. Скажите, а вот поскольку бизнес-саммит, он предполагает еще и обмен опытом, вот нас, нижегородцев, почему могли бы научить в сфере туризма? Что нужно нам сделать, чтобы нам сюда привлекать туристов так же успешно, как вам? Вы знаете, вчера на встрече с губернатором, я очень был рад услышать от него, что он настоящий хозяйственник, ваш губернатор, потому что он прекрасно знает и цифры экономические, и что происходит в различных районах губернии. Но при этом он прекрасно представил сжато туристический товар, который может Нижний Новгород показать. Мне кажется, что нужно, в первую очередь, правильно позиционировать себя, по отношению к другим местам и по отношению к соседям. Почему именно к вам? Потому что товар есть, места, которые посмотреть, есть. Это он вчера гласил великолепно. А вот найти вот ту самую середину, то самое ядро, ради которого именно сюда надо приехать, а от него уже плясать. Потому что все остальное есть. То, например, что вы это найдете, то, я думаю, что губерния превратится в хорошее, достойное место для туристов. У меня последний вопрос. Я знаю, что вы очень заняты сегодня. Что еще планируете в рамках бизнес-саммита посетить? Что посмотреть, где выступить может быть? Ну, у меня, как я уже сказал, сегодня встреча с нашими туроператорами туристическими. То есть мы хотим, так сказать, посмотреть, как мы можем еще более усилить поток, чтобы иметь в потенциале возможность открыть здесь какой-то авиарейс прямой. У меня встреча с вице-премьером России, с господином Дворковичем. Еще несколько интервью, которые мы будем давать, участие в саммите, посещение нескольких, так сказать, семинаров. Ну и хотим посмотреть немножко город. Потому что не каждый день мы сюда приезжаем, и исторически важный объект, исторически важный город хочется все-таки увидеть своими глазами. Ну что ж, большое спасибо за беседу. Я желаю вам удачно и здесь поработать, и главное, хорошо отдохнуть, чтобы вы потом тоже у себя в Израиле могли рассказывать про красоты Нижнего Новогорода. Спасибо большое. Спасибо за это интервью. Я напоминаю, что у нас в студии был министр туризма государства Израильский, господин Стас Массежников. Смотрите студию Купол, у нас будут новые гости. Спасибо. Спасибо. Спасибо.